привет наша заключительная запись заключительная запись в нашем классе alerts frame and windows и последний наш класс которым мы протестируем здесь последняя вкладочка это model dialogue то есть модальные окна модальные диалоги тоже одна из важнейших вещей но таких не то что важнейших принципе все вещи важны важно самое главное что они часто встречаются это смол дайлок маленький будет смолу смол модуль видов и large то есть побольше и мы будем тестировать что они на кнопку открываются мы получаем отсюда текст и что они разные там не знаю в общем сейчас посмотрим чего добавим поковыряемся там с ними позанимаемся вот кто первый на моем канале попал именно на это видео обязательно посмотрите сначала весь курс повествования я рассказываю о том как точнее я не разную не то что рассказываю я как бы рассказываю в том числе но большей степени здесь показываю просто как я работаем проектом и это проект этот сайт вы можете открыть и сделать вместе со мной сделать самостоятельно потом проверить что сделал я ну просто сравнить условно и тем самым у вас будет готовый проект в ваше портфолио если вы просто пришли посмотреть на то как работать с модальными окнами и вы получаете какие-то трудности то тоже можете и конечно же посмотреть но если вопросы какие-то останутся вы можете подписаться на telegram канал там есть чат и там мы можем с вами пообщаться вы можете рассказать задать какие-то вопросы обязательно обязательно подписывайтесь мне это очень важно поскольку то что я делаю хочется чтобы это увидел больше людей а больше людей увидеть в том случае если это будет интересно и этот интерес вы будете демонстрировать своими лайками просмотрами подпиской занимаемся с вами интересным творчеством ремеслом вместе этот моя мой канал здесь он как получается такая мастерская пока я только но начинаю прощупывать эту такую стезю некоторого обучения или демонстрида даже не обучение я не обучаю я просто демонстрирую какую-то такую свою работу возможно какие-то знания делюсь своим опытом который я приобрел и приобретаю вот я думаю что одеть только там например какой-то автоматизации его или просто и 5 я не ограничусь помимо обычных разговорных видео я обязательно хочу хочется мне делать еще и вещи связанные с девопс направлением то есть автоматизация по полной все вот наша жизнь надо автоматизировать максимально сколько это возможно чтобы скучные разные моменты в жизни они мы не тратили на них время так сразу я здесь напишу локаторы там у нас есть смол модал баттон затем так ну и здесь тоже я сделаю селектор так вот оставлю у нас смол баттон потом я хочу еще раз обращу внимание что здесь как бы как можно сделать но много вариантов разных отдельно тест то есть я один смол открыл с ним что-то сделал получил там данные второй потом на следующий тест мало открыл получил данные я буду в одном то есть все делать поэтому я буду открывать и закрывать открывать и закрывать эти все в одном тесте вы я вам рекомендую то есть у нас же должно быть возможность выбирать и развиваться как-то делать свой проект добавлять частичку себя поэтому я рекомендую настоятельно сделать немножко по-другому, чем сделал я, и разделить, например, это на отдельные тесты. Так будет более, наверное, не то чтобы безопасно, но более логично, то есть тесты будут независимы, максимально независимы. Но я в данном случае, в примере, я здесь все объединю. Так, далее нам нужно тут что-то я уже подзабыл. В общем, ладно, давайте постепенно заполним, заберемся. У нас small small model bottom и здесь мы, получается, show, а, то есть у нас здесь сразу бат, аааа, что такое? Здесь у нас сразу id-шник tag bottom хоп, потом я хочу close баттон взять тоже у нас баттон далее, далее что мне нужно? Мне нужен текст. Так, допустим, пусть будет ну, точнее, не текст, а немножко по-другому это будет называться. Что мы, значит, мы хотим? Нам нужно получить title мы хотим получить title и мы хотим получить текст. Так. Не, ну, давайте лучше возьмем тогда вот это. так, все хорошо он сработает тогда вернемся здесь у нас здесь вот так вот это будет то есть будет у нас body small то есть тело его и также нам нужен title я хочу сравнивать еще по тайту title small model ну и пусть здесь будет модуль и чтобы нам получить title model нам нужно для этого у нас тут целый айдишник есть класс див точнее див с айдишником example model size title sm то есть small как я понимаю так получили теперь у нас значит large large все то же самое но только для large ну наверное нам здесь не нужно этот не нужен нам здесь close button возможно large затем large модул затем боти боти large модул и затем large title large модул и что нам нужно здесь во первых кнопочку смотрим так здесь заменим на вот это все оп баттон далее вот здесь мы смотрим текст ага у нас модул боди и пи то есть мы делаем вот так вот добавляем параграф тайтл 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 у нас с похожей историей но только немножко другой айтишник вроде все вроде все так немножко затянул этот поиск хотел более сделать поудобнее и делаем нашим метод чек модул диалогс что нам первое нужно первое это наша кнопочка которую мы хотим кликнуть она должна быть видимая self locators small model button клик делаем далее отсюда мы как раз таки получаем то есть нам здесь нет смысла переключаться на какие-то там окна фреймы и так далее то есть мы-то работаем в принципе как просто с элементом с элементом обычной страницы то есть без переключения так нам нужно только visible именно поэтому здесь берем title и отсюда берем текст далее нам нужен body body small то есть все это тело текста body small text здесь у нас будет также self элемент is visible self locators body small text далее мы переключаемся точнее мы нажимаем на здесь мы делаем close button а здесь мы делаем large button и получаем вот тоже самое но только у нас будет это все title large and body large text и меняем конечно же здесь title model large and body large вот ну в принципе все как-то сам тут здесь окно закрывать наверное не нужно я опять-таки все запихну в массив точнее в два массива первое это будет у нас title ну смотрите почему я хочу массив что я хочу сделать я хочу чтобы у меня передавался title и количество символов и здесь будет опять title и количество символов ну это лоры ипсум это классические типа на сайте если напишется генератор текста то вот это вот классический вариант там на текст на разное количество символов поэтому я буду брать количество символов и title и вот по такому принципу все это дело сравнить title small и len body small текст вот и тоже самое title large and length body large текст так теперь я получу пожалуй как обычно по традиции проверим что нам приходит что нам приходит в ответ вот мы получаем что у нас small model 47 символ large model 540 574 проверять делаю я буду проверки делать три первая проверка у меня будет что видите у нас здесь есть по индексом что у нас small то есть длина small меньше чем large далее мы проверяем заголовки что small равен такому значению и так же только large что у нас он равен вот такому значению оп оп ну и давайте проверим так это или не так все отлично я сразу готов с фреймворка скопирую негативные messages и ну наоборот перепутал from small dialogue меньше чем текст is large и заголовок не является small model или header не является large model но я думаю вы поняли и теперь мы все это дело коммитим и пушим git ура итак я вас поздравляю мы с вами прошли еще один класс alerts frame and windows сделали замечательные тесты немножко узнали чего-то нового я надеюсь вот поэтому спасибо что остаетесь смотрите мои уроки вы отлично поработали спасибо вам но сейчас пришло время привести свои мысли в порядок выпить чай кофе и возвращаться в порядок ура ура и Продолжение следует...